В Минске создают места для парковки и хранения транспортных средств. Однако граждане продолжают оставлять автомобили в запрещенных местах. Причем это в равной степени относится и к центру города, и к новым микрорайонам, и к дворовым территориям. Проблема есть, но она решается. В настоящий момент 107 охраняемых автостоянов в городе Минске. Это порядка 30 тысяч парковочных мест, где можно оставить машины для хранения. В настоящий момент порядка 10 тысяч этих мест свободно, поэтому у нас есть места, и мы приглашаем всех хранить транспортные средства не на дворовых территориях, не на проезжей части, а все-таки на специально предназначенных для этого местах. Не проехать, не пройти. На дворовых территориях нет свободных мест для автомобилей. Тем не менее, мы находимся в центре города. Это закрытая стоянка, и здесь очень много свободного пространства для вашей машины. Особое внимание электросамокатам и велосипедам. Зимой ими пользуются редко, поэтому оставить их на велопарковках – лучшее решение. Устанавливают такие гаражи там, где есть спрос. Для того, чтобы на конкретной стоянке появилась такая конструкция, достаточно 8-10 желающих. У нас порядка уже там около 60 велопарковок крытых, где можно хранить велосипеды. Мы храним шины, мы размещаем шиномонтажи на автостоянках. Предлагаем людям, опрашиваем сейчас наших клиентов на заинтересованность хранению личных вещей в таких боксах-кладовках. Объединение предлагает новые услуги для коммерческого транспорта. Будет возможность не просто оставить автомобиль, но и пройти технический и медицинский осмотр. В настоящий момент на одной из автостоянок, расположенной на улице Тростенецкой, где имеется возможность организации не просто хранения транспортных средств, но еще и так называемого предрейсового осмотра. Это будет интересно транспортным средством юридических лиц различных, то есть там, где необходимо выезд на линию, чтобы был осмотр механика, водителя, чтобы осмотрел врач и сделал соответствующие отметки. Объединение гаражей, автостоянки и парковки всегда открыто к предложениям. Специалисты с радостью выслушают интересную идею и запустят ее в работу. Каролина Проковьева, Тимур Батиров, Илона Глинистая, агентство Минскновости.